Здравствуйте, друзья! Обстановка на российско-украинской границе продолжает оставаться тревожной и в ответ на все претензии по этому поводу российская сторона, а точнее МИД РФ, выдвинул свои условия для деэскалации напряженности. По словам официального представителя МИД РФ, хорошо знакомой нам всем Марии Захаровой, для деэскалации Украина должна выполнить следующее условие. Прекратить совместные учения с НАТО, вернуть все оружие, которое нам за последнее время поставили в качестве помощи, а также вернуть внеблоковый статус. Добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО, а также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории. Киев, в свою очередь, должен вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, который был провозглашен Декларацией о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. И для всех, кто еще до сих пор верит каким-то словам российского руководства, я просто напомню, что на момент начала российской агрессии, в начале 2014 года, Украина имела внеблоковый статус и не получала от стран Запада никакого вооружения. Напоминаю опять же, что внеблоковый статус Украины был отменен решением Верховной Рады лишь 23 декабря 2014 года, то есть после захвата Крыма, после появления Гиркина в Славянске, после Иловайска и так далее, лишь в самом конце, даже после подписания первых минских соглашений, лишь в самом конце 2014 года внеблоковый статус был отменен. И именно по этой причине понятно, что не может быть абсолютно никакой веры российскому руководству. Что бы они ни говорили, мы уже имеем пример, и мы знаем, что никакой внеблоковый статус Украину от внешней агрессии не защитил и безопасности нам не гарантировал. Сама же РФ, руководство РФ не оставило Украине абсолютно никакого другого выбора, кроме как искать союзников на Западе и укреплять свою обороноспособность, в том числе с помощью какого-то западного вооружения. Потому что, имея ситуацию 2014 года, когда мы были внеблоковыми, но при этом это не спасло нас от потери территории, от оккупации Крыма, от захвата Донбасса, понятно, что внеблоковость не работает. Все. И этому нас научил Путин. Это не просто в голову пришло здесь каким-то, значит, националистам, которые взяли и вдруг сошли с ума. Нет, это не так. Украина получила урок от нашего соседа и теперь точно знает, что внеблоковый статус нам не поможет. Он нас ничего не спасет и ничего нам не гарантирует. Поэтому, конечно же, естественно, Украине остается только один путь. В общем-то, тот путь, которым Украина идет сейчас. Это очень важно, друзья, понимать. Это очень важно доносить до людей, почему не может быть веры никакой вот этим требованиям РФ, ее каким-то обещаниям и гарантиям. Поделитесь, пожалуйста, этой информацией. Распространите это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ну, а если вам нравится то, что я делаю, и вы считаете мою работу полезной, вы также можете поддержать мой канал по тем реквизитам, которые указаны в описании к этому ролику.